Я бы сюда поставлю. Вот они, озорные и проворные барабульки. Ребята из трёх детских садов, объединённых Центром доверительных форм воспитания «Барабулька», под Афонтовской ёлкой располагают свои подарки для бабушек и дедушек. А потом все вместе отправляются на экскурсию по нашей телекомпании. Мы очень любим, когда к нам приходят дети. Так вот, где это всё снимают? Вот именно. Вот в таком огромном зале. Я тоже такой шикон. Видела? Вот точно, точно. Наша утренняя звезда Алексей Вербицкий рассказал, из чего делает сам магия телевидения. Как ведущий запоминает огромные тексты и предложил старшим девчонкам попробовать себя в роли новостных ведущих. Казалось, это очень сложная работа. А ребята пообещали вернуться на Афонтово в следующем году, потому что им очень понравилось быть Дедами Морозами. Ну, это очень интересно, потому что я люблю готовить подарки, наверное, больше, чем их получать. И как-то интересно, что ходишь и думаешь, нет, вот это вот лучше, нет, ну, может, лучше вот это, это больше понравится. Деда, зачем? Чтобы им было приятно, тепло на душе. Так, а ещё? Карина? Чтобы они не чувствовали себя одинокими. Очень хорошо. Чтобы они не грустили. Правильно. Чтобы, наверное, их кто-то любил. На каком же ещё уроке говорить о добром и вечном, как не на литературе? У ребят и внеурочной уроке добра. Младшая школа в 143-й очень готовилась и собирала подарки для одиноких бабушек и дедушек из пансионата в Солнечном. И открытки дружно мастерили, и за сладким в магазин вместе с родителями бегали. Этим мы поздравляем других, дарим им тепло, радость. Мы хотим сделать добро бабушкам и дедушкам. Чтобы у них тоже было счастье, ну, им весело, чтобы было. Им никто подарки не дарит, а мы хотим подарить. Поздравляю с Новым годом, желаю здоровья, счастья. С Новым годом, с новым счастьем! Клавдия Селимахович, Сергей Кашин, Афонтова, новости.